Слушайте. Канал на твиче, только если вот, когда я буду его слушать, я вас, вы будете, тихо-тихо, прям. С нами Рокодота. Стар, ты здесь? Поприветствуем две команды. Щетка унитаза и Манки Мафия. И сразу фаст-баны просто за 10 секунд забанили 4 героя. Это про... Явно забанили Огненную Панду, Дестра, Баншу и Лайфстилера. И тут же первым конченным пиком берут Неруба, которого берут во всех играх команда Манки Мафия. Практически, наверное, во всех. 80% наверное винрейт на жуке у пацанов. Блин, так не хочется серьезно комментировать, Стас, чтобы знал. Да, хочется, да, хочется плакать. С юмором, да? Ну, тут да, без юмора, мне кажется, будет явно очень тяжело. Очень пиздатый пик у команды Вантус Про. Второй пиздатый пик у команды Вантус Про. Самый топ игрок команды Вантус, это чувак с ником Енотик Тащила. То есть, это для команды это все. Это топ игрок, номер один. Остальные так себе, ни о чем. Главное, Енотик Тащила. ММ-ы берут инвокера вторым пиком. Мы увидим кривые санстрайки. И я даже не поленюсь, я посчитаю, во сколько скиллов инвокер там левли на 16 раздает. Это либо в 2 скилла, либо в 3. Но если я увижу в 5, в 6, то я похлопаю. Какого-то хера забанили Люкана. Я вообще не понимаю, какого хуя, блядь. И забанили Джиггернаута тоже какого-то хуя, блядь. Я в диком вахуе, почему так. Это капитан мод. С таким же успехом ребята могли бы сыграть и на АП. Смысл на капитан моде тогда получается выеживаться. Вот смысл Расты забаненной. Леона забаненного. Никто не банит. Ни ЦМку, ни Энигму, ни СФ. Но это же капитан мод. Да. Стас, что ты там хочешь открыть, а? Я хочу открыть тайну бана. Тайну бана раскрыть? Да. Ты ее не раскроешь. Как бы... А кто капитан у вантузов? Потапун? Да. Руслан. А у мемов бонсер? Джей Ви. А где он? А теперь он, наверное, просто Би. А, ладно. Ну, то есть, вот... Вот самый быстрый ракобан и самый медленный пик героев. То есть, сейчас два капитана сидят, и они в диком пахуе. А как так? Мы забанили с обеих сторон таких конченых героев, и мы теперь сами не знаем, кого взять. Вот взяли Тайдхантер, и наконец-то мы увидим ульту из-под даггера, или мы увидим, короче, мега-врывы, мега-инициацию батлов. То есть, нереальные файты будут с Тайдхантером. Но если он, конечно, даггером не мискликнет и не тпшнется на базу. И не забудет ульт пража. Вот, но подождите, дорогие телезрители и господа. Все еще, все веселье гораздо впереди, потому что у обеих команд есть еще пятый бан. И он будет не менее конченый, чем предыдущие. Вот резерв тайм пошло у команды Мангки Мафия. Они опять думают, а кого же взять? Никто из команд не берет пуджа. Меня это дико огорчает, потому что этот герой просто, его придумали, блядь, самые рукастые люди в этом мире. Инвокера придумали, наверное, такие же люди, которые придумали пуджа. А остальные героев придумали уроды. Вот взяли Рубика. Вот взяли Рубика, да. То есть, я представляю, что это уже будет. Рубик будет, короче, стоять минут 10 в АФК, ждать, пока Тайдхантер ультанет, чтобы скрысить у него ульты и самому так же ворваться и инициировать драку. То есть, мы понимаем, чем будет заниматься Рубик. То есть, будет у всех подсасывать скиллы. Но я надеюсь, что он знает, как работает ульта Рубика. Какой скилл воруется. Хотя, это же пиздатая Дота 2. Тут уже могли каждый день что-то поменять. Может, у Рубика уже все ульты крадет. О, подождите, подождите. Сейчас будет еще пик от команды Вантус. Сейчас будет что-то опять неебически космическое. Давайте, ребята, удивите меня своим пиком. Возьмите Пуджа. Ну, мне даже похер, если вы проиграете. Я вам автоматом победу засчитаю. И опять мы видим, да, взяли Свена. В принципе, я про пик команды ММ вообще нахуй молчу. Мне нравится пик команды Вантус Про. Потому что все герои классные. Но они, знаете, они все из какой-то связки непонятной. Что тут как будет, мне вообще не очень понятно. Врывается, тает, ультует. Дальше что? Подбегает дядюшка Фурион с Энтами. И начинает разруливать весь замес. Или вы думаете, или Uncented Operation думает, что Тайдхантер еще своей ультой стянет всех в центр. И он так не промахнется в пятерых. Ну да. Я что-то не очень понимаю. О, ну вот смотрите, команда ММ сейчас ответит. Пик Свена, то есть они сейчас отомстят. Они возьмут, наверное, самого космического героя Доты. Да, если на Капитан Води возьмут Рикемару. Я думаю, что я закрою стрим. И нет смысла вообще смотреть эту игру. То есть, дорогие телезрители, я считаю так. Но битва начинается через какое-то время. Начнется битва, да. И я думаю, что вот эти команды могут играть просто без вардов. Потому что я даже не представляю, какая будет связка. Тут кто с кем. Что фура пойдет на легкую. Аппарат пойдет мид. Что будет за трипла. И с Тайда, Свена, и еще кого. Кто из саппортов, кто хилер. Кто это будет, вообще не понимаю. Вот, но взяли какого-то Войда. Вообще непонятно, куда он тут. То есть, что... А, все понятно. Войд хочет всех в купол ставить. Ёб твою мать. То есть, Войд ставит всех в купол. И у Рубика есть пять секунд подумать. Навести мышкой и украсть ульт Тайдхантера. То есть, пять секунд там у пацана будет. То есть, он не промахнется. И вот пятый пик легендарной команды Вантус Про. Просто сейчас просто... Вот сейчас, если бы команда Вантус Про была как на Ави. Сейчас, по идее, должен быть пуш и какой-то конченный бестмастер. Что это вообще? Кто это? Это что за герой? А, бред... А, это не бест. Это, блядь, короче, панда. Короче, взяли конченую панду. Непонятно, куда нахуя лучше взяли Энигму. Ой, взяли конченого лича. Господи, какой конченый пик. И вот, смотрите, они там уже распределили героев. Но мне вообще тогда насрать, где енотик тащила. Вот, наверное, он будет играть на... Да, енотик тащила играть на Свене. Значит, игра будет просто космической. Где я енотик тащила? Вот он. Все, все, внимание к енотику тащили. Стас, ты понял? Да. Все, внимание только к нему. На других вообще не смотрим. Просто насрать. Смотрим на енотика. Енотик сразу же прокачивает молот Тора. Идет на топ лейн. Что там? А, а, ничего себе. Капитаны обеих команд умеют пинговать по карте. Вот это прикол. О, ну, у енотика тащила и Свен разодетый пацан оказывается. То есть, парень донатит на игру. А, где капитан команды? Вот, енотика тащила. Вот он. А, ну, капитан в игру не донатит. То есть, сразу видно, что он капитан, а он не донат. Вот, сразу же поставили сюда. Зачем-то непонятно, когда еще даже крипы не пошли. Поставили в ArtVision. Вот здесь. О, ну, я вижу, стоит Рошан, и я думаю, можно пойти его забрать. Стас, как думаешь? О, росовенький пацан что-то нарисовал. Какое-то сердечко это было на лаян наверху. Типа он показал триплос Дэйс. Да, вот. Вот, как бы, о, желтенький пацан пингует, что типа, слышите, братва, руны на низу нет. Поэтому пиздуйте-ка вы чекайте наверху. Ну и так, смотрим, да. Чисто пабовская трипла. То есть, ребята даже нигде не подрались вначале. Просто тупо пошли на лайн. Ну и в итоге, кого они там встречают? Опять Жука, который будет просто терпеть. И все, просто Жук, Жук, Жук показал, что он умеет иметь триплу в прошлой игре. И тут же ФБ. Да, и тут же ФБ от команды ММ. То есть, по ходу, по ходу команда Вантус Про, это те же Лайонс, только еще младше. Так. Ну, короче, ФБ было кончено. Я могу рассказать, примерно, наверное, как оно произошло, по моим представлениям. Ворвался Ольд, Войт, ультанул, поставил Купол, Лич ультанул, Рубик ультанул, все ультанули и ггг. Зачем-то Розовый Дядя пингует наверх. А, он хочет, чтобы аппарат забрал руну хосты, но она ему вообще ни сбоку ни припеку. Но Панда очень сильно стесняется, если руну не заберут. Пытается Панда динайть крипов, ни хера у него это не получается. То есть, он уже двоих просрал. Ни своего не задинайл, ни чужого. То есть, крипстат просто конченый, можно сейчас навести, да и... Да, и аппарат задействовал руну ускорения, и он бежит уже на бедного Жука. Но Жук же тоже ничмо. Смотрите, конченый врыв. Что делает аппарат? Он просто дает три тычки, молот Свена, его морозит зачем-то. Тайтхантер не кидает первую. А, потому что он ее не качал. Ну и все, Жук просто плюет трем ребятам в лицо. Опять мы видим Фуриона, это походу брат, это младший брат одного из команды Lions, кто тоже играл на Фурии. Потому что, смотрите, опять он стоит, и опять он ждет, наверное, пока у него накопится мана на энтов, чтобы подвести их сюда куда-то и отдать ребятам. Чтоб ребята качались. Потому что Фурион заботится о них. Тайтхантер получает много урона от крипов на верхней линии, непонятно зачем. Но зато мидер панда положил руну двойного урона себе в бутылочку. И он себя чувствует очень уверенно, и возможно он научится донять хрипов. Нет, ни хрена у него это не получается. Да, но он пытается, но он получил кучу дэмэджа, пока двух хрипов убивал. То есть нормальный такой пацан. То есть терпит по лицу, но фармит. Больше деревьев, наверное, сожрет, чем нафармит. Вот и что мы видим, Рубик просто ждет. Вот на низу он ждет уровня, когда ему дадут шестой. То есть он уже готов вкрысить ульту. И смотрите, подкапывают бедного Фуриона, пытаются его загангать. И смотрите, да, возможно, убьют и тычечка еще, и дайвует войд. И отсасывает, короче, вся трипла, опять-таки. Вот, ну фура, у нее фура стоит на лайне, и сейчас он, наверное, будет тпшиться. Ну то есть, то есть фура такой, пацан. Ну смотрите, у фуры уже накопилось мана на энтов, и сейчас он их вызовет и отведет к пацанам. И смотрите, смотрите, ух ты. Походу, что... Походу, в доте умеет фармить только войд, потому что у этого человека на третьей минуте почти уже на четвертой. Крипстат 23 на 9. Это лучший крипстат в игре. Это результат на трипле, ребят. Посмотрим давайте на мид. Панда. 20 крипов, 2 за динайл. Слава богу. Но по лицу уже получил, всю банку выпил, все деревья сожрал. Ой, ой, смотрите, Рубик взял инвиз, и панда это видел, походу, да, и все, и Рубик отсасывает, он не может ультануть, и все. О, что-то, что-то прилетело инвокеру. Отмечу, что я впервые в жизни вижу на инвокере Ринков Базилиус. Наверное, пацан хочет вызвать огненных големов и давать им руну армора. Тьфу, блядь. Короче, деф давать. О, о, инвокер умеет давать санстрайки? Ничего себе. Вы видели, что может вообще инвокер? Попрошу отнестись внимательнее к этому пацану. О, а тетушка Свен под ником Ненотик тащила, купил себе уже костыль. Тем самым, как временем, жук взял пятый левел. У команды ММ я не вижу ни одного варда, который палил бы чужой вард. А у команды Вантузов я вижу огромное количество вардов. Но да ладно. Итак, что мы видим? Мы видим плюющегося тайда, от которого коэффициент полезного действия равен нулю сейчас. Мы видим леща, который полгода уже стоит в лесу. И видим, да, да, пожалуй, да, я буду смотреть на воида. Этот пацан хотя бы умеет фармить. О, и сразу же смотрите, как быстро пингует. Пингует, что типа тут руна ДДшечка лежит и панда быстро-быстро своими мелкими шажками идет ее забирать. Он еще так посмотрел, подумал, брать, не брать. Долго думает панда. И смотрите, панда думает, я сейчас взял руну ДД, я пойду убивать инвокер. Я же крутой. Зачем-то он за 3-9 земель кидает за медло, замедляет инвокера, бьет его с руки. Что толку? А, ну инвокер, а, ага. И тут же его подкидывают, и... И смотрите, панда разложился в трех маленьких панд. И начинает, короче, харасить бедного Рубика. Смотрите, как Рубик получает по лицу. Но сейчас эта лафа останется недолго, потому что через 3 секунды, или через сколько, через... Да, я остался буквально харькнуть. Давай, тетушка инвокер, санстрайк. Тетушка инвокер, я тебе пропингую. Вот он. Смотри, ты вот он. Давай, санстрайк. Я пингую тебя, я бы сейчас даже в чат напишу, бля. Шутка. Ну, да ладно. Панда отпился уже банкой 300 раз. О, мы видим идеаль. Походу, они играют с МХ оба, потому что, смотрите, Киева, 2 варда. Просто классные. О, Войт даёт 6 левел, и этот пацан показывает Крипстат 50 на 19. То есть, Войт очень крут. Остальные все отсасывают. И забирают бедного Фуриона, да, он полное чмо. Это кто, говорит, Валя? Да, я хочу, чтобы Валька было слышно. Валек 20 лет, Лола. Открывал пацану. И смотрите, смотрите. Панда отдаёт руну хосты маленькому инвокеру, потому что тот крутой. Нет, он сначала помолится, прочитает заклинание. Давай, инвокер, читай. Да, он думал, каким кликом берётся руна? Наверное, правым. Ой, смотрите, что покупает, короче, себе пацанчик. Купил себе Аркан Буцци, только непонятно зачем. Нет, я открою вам маленький, я открою маленький секрет. Этому пацану Аркан Буцци не нужны, лучше бы дали ему костыль. Но, походу, Потапун так не верит в свою команду, что он сам будет давать ману себе и противникам. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. На то ты был хороший санстрайк и подкоп. Насрать. Главное смотреть на енотика Тащилу. Зачем-то ставит в арт здесь Рубик. То есть, он боится получить по лицу с линии, пока он там у бомжа закупается. То есть, смотрим, да? Ой, смотрите, смотрите, закупается Жук. У него там уже рецепт нанул талисман. Ёб твою мать. Что он творит? Это же чудо-арт. Жук собирает, наверное, фастдагон. Он хочет сразу начать всех карапасить. О! Явно пацаны посмотрели каких-то роликов перед тем, как начать эту игру, потому что инвокер фармит просто в режиме бога. Но все равно можно засчитать уже победу в этой игре. Это Войду, потому что у этого парня за донайных крипов стас 25. Тем временем, как и остальные все ракалы, у них просто по 7, по 4, по 6, по 7, по 2, по 3, по 1, по 0. Ну, да ладно. Это про дотару. И какой-то нубокер. И попытались... Жук дал по лицу кому-то. Я даже уже не хочу смотреть кому, потому что если... Жук... Если жук... Если смотрите, как бы, Стас, если смотрите, наверху стоит трепла, а на трепле один жук, если жук убил соло, то он трушный. Инвокер, наверное, поет песенку «Если на миде стоит трак, ее мидл тауэр из анда атак». Но, да ладно, не суть. Ну, что мы видим? Команда LJD с GTV, то есть команда темных... темных пацанов, по фарму нехило так всасывает. То есть по крипам. Ну и по киллам тоже. Темная команда просто в очке. Потому что, мне кажется, команда ММА просто... убийственная какая-то. И опять жук кого-то забирает. Мне даже уже насрать, если честно, кого. Потому что жук есть жук. Наверное, вот... капитан команды ММА играет только на этом герое. Я в следующей игре в чате напишу, что я дам бутылку пива пацанам, если они покажут мне игру за Пуджа. Как думаешь, Стас, пообещать будет? О, смотри, Стас, что мы видим наверху? Какой экшен? Фурион призвал двух энтов, и это Пушмида. Обалдеть. Обалдеть. Что творит Фурион? Он призвал двух маленьких деревьев. Боже мой, смотрите, и команда... команда... команда ММ... Они не хотят тпшиться, они экономят тп, они просто отдают башню, трипли... А, нет, не отдают. Заденает! Я просто в шоке. Я просто в диком в ахуе. Команда ММ просто упала сейчас в моих глазах, я их просто ненавижу. Когда... три секунды стояла башня, какой конченый ульт от Рубика, о боже. Ёб твою мать. Что происходит, блядь? У Войда уже Баттл Фури. О! О, спустя 13 минут он настоял. Господи, команда ММ... Не, реально, сейчас походу играет первый состав команды ММ, который тогда проиграл. Я видел, да, лично писал. Видел? Это кому? Мне подсказочка? Нет, ты открой чат, ты открой чат. Я, если кого-то обижаю, сразу прошу прощения. Я не... Я не перехожу на личности. Вы извините, конечно, но я на самом деле вижу чмошерскую игру на Капитан Моде. Я понимаю... Я понимаю, ребят, никто не задрот, но я посмотрю... Отвечаю, если я сейчас посажу вот свою младшую сестру, заставлю посмотреть пять мувиков чемпионатов там, Асуса, там, или пять игр команды Нави или там, Альянса. У меня ребенок будет Капитанить лучше, наверное, чем... Не знаю кто. Я не понимаю, как здесь оказался Свен, как его захарасили втроем. Это уже не мне судить. Счет 10-1. У кого-то есть фраг даже. О, ничего себе, слышу. У панды есть фраг, ёпта. Ну вот, но мне хоть уже... Стас, знаешь, что мне приятно? Стас. Ну сейчас, вот тут какой-то замес, тут задувают и в итоге, короче, забрали одного. И в итоге летит молот в Рубика, но Свен очкует его добивать. Да, ну в итоге добила панда. Приятно теперь, что хотя бы это уже моя пятая или шестая игра, которую я каменчу, типа вот этот Станкин Дота. Вот. Но на мои комментарии уже обращают внимание. То есть, раньше я не засирал их. Точнее, я не засирал их игру. Они на меня не обращали внимания. Сейчас я начинаю им говорить все в лицо, и они, смотри, как нервничают. И подкоп Тайдхантер, и летит ульт Лича, и просто... И просто самая нелепая ошибка от Фуриона. Там от Энта прилетела панде. И в итоге, смотрите, что делают. Забирают какого-то пацана. Сейчас заберут Жука. Да, в итоге забрали Жука. Инвокер задействовал руну регенерации. Зачем-то у Инвокера есть Мидаска. О, слава богу, у него есть тревелы. Пацанский сбор. Если сейчас еще будет Аганим, еще и Ветра, еще и Даггер, еще и Схекс, то и Шива, это будет вообще супер. Я, я, я что-то не понимаю. Стас, сколько у команды темных сапогов на реген маны. Он отошел. Просто я вижу сапоги его регена маны у Тайтхантера, когда уже я вроде видел у панды. Ну, а, Тайтхантер верит, что ему тоже нужно больше маны и больше регена. Ладно. Так. Я вижу пока счет такой 2 на 4. Опять, то есть уже, ну, нету киллов. Ребята учатся фармить. Ну, и смотрите, да, собирают Фуриона. Ульт в никуда от аппарата. Просто в никуда. Парень не выждал по таймингу. Хотя, надо было выждать. Просто надо потренироваться в пабе, как кидать ульт. И не попытался задонайить башню аппарат, что очень грустно с его стороны. Хотя, что вы говорите, ММ тоже не задонайл свою башню на топе. Это очень грустно на самом деле. И что-то пингует. Тут что-то пацаны пингуют, хотят забрать леча. Да, в итоге врывается панда из-под чудо дайгера. карапаси, да, летит молот сван, да, это смерть. Команда забирает просто вчетвером бедного пацана. панда панда дал просто уйти жуку из-под даггера. Да, и тут же подкопы, и тут же санстрайк, и тут же килл. И тут же минус рубик, не знаю во что он там смотрит, зачем он так умер. Если победит команда темных, мне насрать, мне приятно, что парни, которые играют за инвокера и воида умеют фармить. Хотя бы за воида умеют прям фармить идеально, инвокер только старается харасить только своих крипов. Воид не дает качаться противнику вообще никак. И находит вард команда ломают его. И в итоге не сломали, сломали наконец-то. Инвокер ушел в инвиз. ух, смотри, как динает жук варды стас. Просто в режиме бога. А зачем он ультанул? и да, не успевает джук завязать даггер, просто его забирают, потому что не надо никогда в доте так донайть варды. Но это опять-таки не мне учить, я просто объективно оцениваю, на свой взгляд, свое мнение никому не навязываю. Если я вижу конченую игру, я скажу. Я считаю, что игра действительно конченная. Но меня радует, что у инвокера есть агроним, и возможно я сейчас увижу 25 тысяч скиллов, потому что сколько у пацана кдшечка. Кдшечка 4 секунды, давай, дружище, 16 левел, и кдшечка будет 2 секунды, и ты будешь меня удивлять. Покажи мне инвокера, как Дэнди играет. Там парень наверное играет во все 12 скиллов. Команда Вантус Про не сыт и разоряется на варды. Тем временем как команда ММ просто наклала на варды, она просто вардит луруны и все. Вот что-то нарисовал какой-то кружочек пацан. Погенотик нарисовал кружочек какой-то опять типа сердечко и убежал сразу же. А, то есть такое ощущение у пацанов есть МХ и он обозначил сейчас четко трех героев где они должны быть. И просто нихчо лечит комета лечит ой-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Опять мы видим короткую игру от команды ММ. Она просто разрывает своих оппонентов. В итоге, да, енотик тащила, получают по лицу. Его ничто не спасет. Ну и давай, про инвокер, санстрайк. Божественно, просто было бы смешно, если бы ты промахнулся в упор. Я бы просто заплакал. Можно было бы еще дотянуть санстрайк до базы. Ну ладно. Ну и в итоге что? Как и драка была. Забрали бедного сванишку. И тут, короче, инвокер зачем-то своих эталонов направил на пацанов. Он решил жалиться над ними и покачать. Фурион же качал пацанов, значит и инвокер тоже может покачать. Как бы, почему бы и нет, да? Типа инвокер солидарен с Фурой. Варды стоят, но не видят этого Жукевича. Но я ему сейчас напишу, что стоят варды, чувак. Включи МХ, не тупи. Не надо в доту играть без МХ, тем более во вторую. И что мы видим справа внизу? Сейчас написано Баттерфляй, но я вижу в скобках написано ГГ. Потому что, ну, чувак, воет. Сейчас, посмотрите, просто на низу. Он разорвет сейчас всех. Просто трипл килл от инвокера я сейчас увижу. Его не убить, забейте. А, нет, убьют инвокера, да. Тут их слишком много. Ой, Войда, Войда, да, убивают. Потому что слишком много героев пришло на низ от команды Вантус. Ну и разорвали очко дерзкому Войду. Но ничего страшного. Пацан сейчас с Баттерфляем. Потому что, ну, просто Стас, просто включи крипстат. И просто хочется команде Вантус просто в лицо плюнуть. Ну, так, без обид. Про страйк, про санстрайк. Просто самый топ крипстат у команды. Это 70. У Вантус Про. И самый лучший крипстат у Войда. 184 на 35. И, наконец-то, спустя 25 минут, Жук купил себе догон первого уровня. Может, потому что у Жука крипстат 22 на 0. И пытаются ребята подраться. А, забирают Айда, летит ульт в одного человека, в двух. Сейчас получат фура. Я думаю, команда Вантус Про может сейчас писать БГ. Потому что, смотрите, как нарезают очко Свену. Его задувают. Летит комета. Летит в этом мире все. Размен 4 в 1 просто. Убили только мелкого дохлого Рубика. Пишет пацан Панда Лол. Ему что-то смешно. Наверное, ему что-то в штаны упало. Или, может, что-то там нашел. Ну и вот разрушили башню. Да, начинают харасить стороны. Никчемный ульт от аппарата, который вообще непонятно зачем был скастован. А, ну вот понятно, да, врывается. Панда инициирует. Получает кучу деможи. Врывается никчемный тайт. У него нет ульты. В итоге Панда просто отсасывает за обе щеки. Это Эдхантер уходит. Обалденную игру я вижу. Mask of Madness купил себе Void. Это все. И в итоге задувает фуру, да, и кусает его в Нюкс. Нюкс Ассасин. Пишет ГГ. Розовая Панда. Пишет ГГВП Void. Нет, это Void должны писать ГГВП, а не Void. Радиант Викторий. Пишет капитан команды Потапум, что завтра в школу. Не проспать бы ее из-за доты. И Void Solidarion пишет, ок ок, мне тоже пора. И что мы видим? Золото 4500 у инвокера. А то есть это еще остатки сладкие. Да, такого поганого замеса я в жизни не видел.